так друзья добрый день я сегодня хочу рассказать про гриль про функции гриль для того чтобы вы поняли те кто думает стоит покупать не стоит поняли для себя нужен ли он вам или нет итак я пройдусь исключительно по функциям то есть я сейчас не рассматриваю марки не рассматриваю стоимость гриля я сейчас пройдусь по функциям и как хозяйка которая готовит дома готовит много любит я расскажу чем пользуюсь я а вы уже в зависимости от того делайте это блюдо любите не любите вы решите для себя нужен нужно ли вам тратить деньги на эту бытовую технику и так значит идем прям по функции бургеры бургеры да если вы любите бургеры котлеты самодельные котлеты сформированы уже готовы жарить очень хорошо очень удобно очень быстро поэтому если любит вас семья дети бургеры только для бургеров это можно гриль купить очень удобно хорошо курица курицу не делаю то есть это долго это неудобно я предпочту в этом случае сковороду тосты очень удобно очень быстро и на завтрак конечно это выход то есть вы взяли багет батон наложили туда слоями сыр ветчину зелень еще что-то помидор прижали через минуту у вас сэндвич готов сосиски колбаски до удобно жарить но на сковороде будет чуть может быть побыстрее стейки вот если говорить о стейках конечно удобно и чисто самое главное то есть если вы стейки любите именно мясные стейки стоит купить только для стейков гриль если вы не собираетесь больше использовать никакие другие функции гриля которые вот я сегодня о которых я сегодня рассказываю вы можете в принципе купить какую-то недорогую модель для себя для того чтобы делать стейки единственное что не подходит для утки потому что утку у нас должна жариться в сковороде в собственном соку а здесь конструктив такой что сок у нас стекает в этот поддон поэтому утка у вас будет суховатая то есть это только стейки и то же самое относится к белой рыбе белая рыба тоже будет сухая если говорить о стейках из красной рыбы лосось семга форель можно тоже делать но я к примеру знаю способ быстрее и сочнее приготовить этот стейк поэтому если говорить о стейках я использую только для стейков из мяса из говядины функции для овощей гриль это очень долго очень долго на сковороде можно пять или шесть порций за это время пережарить овощей гриль также не добавляйте масло сделайте сковороду сухой и у вас будет не жирный этот гриль таким образом на сковороде можно сделать за одно и то же время там пять или шесть порций пока во первых это мне маленький объем да и во вторых это очень долго получается то есть функции как бы много на гриле до овощи и сэндвичи бургеры котлеты рыба мясо разморозка даже есть на некоторых моделях но вот фактически очень быстро и очень удобно я пользуюсь только сэндвичами и сэндвичами и и стейками все все остальное получается долго поэтому исходя вот из этих функций я часто готовлю я много готовлю вот исходя из этих функций вы себе можете собственно говоря выбрать гриль и не переплачивать за какие-то за какие-то опции если вы и их не готовить или если вы не любите эти блюда